всем привет я давно интересовал вопрос о том как выбрать доску и в разные моменты времени мне казались разные идеи более правильными так получилось что у меня была возможность провести следующий эксперимент для новичка в кайтсерфинге наверное есть два противоположных подхода которые оба имеют право на жизнь первое это выбрать специальную новичковую доску вот у меня как раз и есть специальная новичковая доска кабрина спектрум так называемая я не знаю доска на сдачу в ней нет никаких супер характеристик кроме цены она имеет очень оправданную цену для своего как бы для своей ценности которые она представляет и вторая доска которая тоже присутствовала это топовая доска деревянная опять же flysurfer rush не радикалу 7 это последняя доска от flysurfer и это супер типичный твин тип современный модерновый обладающий всеми современными модерновыми как бы стандартными фичами в общем как я эти доски рассматривал но первое у меня есть какие-то теоретические мысли по этому поводу доски были в разном размере спектрум доска которая предназначена для новичков чтобы они легче ехали она имеет чуть меньше рокер честно рокер я не замерял меня не было там какой-то линейки и размер у спектрума 145 по длине радикал это high performance борт он тоже не очень рокерный но его длина 138 у спектрума совершенно прямой скользяк то есть там нет никаких ченелов нет никакого конкеева это просто вот просто доска вот она просто прямая доска радикал это современный борт для прыжков для приземлений на его днище есть ярко выраженные каналы то есть прорезаны ченнел и вообще само наличие этих ченнелов вопрос достаточно любопытный вот и скажем так у меня какие мысли были по этому поводу есть на обоих этих досках приклеенные крепления для серфера на моей и на ту которую мне товарищ дал покататься есть крепление для серфера и поэтому я решил что будет наверное прикольно взять какой-то день когда будет достаточный ветер не не настолько сильный чтобы я умирал на кабриновской доске которая слишком большая и настолько слабый чтобы я страдал на флайсерфер доске которая слишком маленькая какой-то ветер который мне кажется подходит для обоих этих досок и сделать вот такой тест нужно взять взять доску например там кабрину прицепить на нее серфер стартануть сессию выйти на воду и просто пофарирайтесь как я это как я это сейчас только и могу вот потом быстро выйти на берег и грубо говоря не сажая кайт там либо там поставить его в угол перещёлкнуть этот серфер приложение на другую доску запустить другую сессию и выйти покататься на другой доске и так вот по горячим следам запомнить какие-то впечатления запомнить что получалось чего не получалось ну как кажется потому что опять же мы не говорим про профиков у них там совершенно другие истории люди которые прыгают там 17 метров они совершенно по-другому воспринимает жизнь и там есть тоже очень много разных вариантов как есть люди которые прыгают на совершенных каких-то дровах непонятных и все у них выходит супер красиво высоко есть люди которые прыгают на топовом карбоне есть люди у которых парафойлы есть люди у которых баллоны нет одного мнения и мое мнение оно тоже не является каким-то единственно истинным вот наверное возвращаемся к мысли я пытался зафиксировать какие-то свои субъективные эмоции которые у меня возникали от каждого снаряда просто быстро их меняя я взял свой сервер радикал вышел на воду какие у меня были мысли не давать сначала про кабрину кабрина очень простой прибор у нее достаточно широкая стойка стойка у кабрины явно шире чем у доски флайсерфер наверное в моем случае у меня рост порядка там 180 мне казалось что это оптимальная для меня стойка и мне будет легко на не упереться бы что ноги стоят по пошире и за счет того что у нее нет каких-то мешающих там channel of на днище мне будет на ней легко ехать ехать она скорее всего будет быстрее потому что ничего не тормозит опять же размер больше вот резаться она будет лучше опять же по той же причине что размер больше у доски есть длиннее рабочий кант пятно вот это соприкосновение с водой другое и на ей нужно меньше скорость для того чтобы уйти в зарезку соответственно моя была ставка такая что она будет позволять ехать быстрее уходить в зарезку лучше и теоретически прыгать наверное в моем случае лучше потому что я не прыгаю таким образом когда жесткая доска могла бы сыграть роль то есть в самом деле у меня прыжки низкие и мягкая доска наверное в этом случае не помешает но при этом за счет того что она может позволить чуть как-то быстрее разогнаться наверное прыжок чисто так вот интуитивно получался бы лучше вот fly surfer мне казался будет мне его будет не хватать потому что мне почему-то иногда не хватает чтобы там зарезаться хорошо либо еще что-то такое его будет не хватать он будет тормозить своими каналами стойка будет узкая буду чувствовать себя сурикатом стоящему так на этой доске вот в прыжках я чудо не ожидаю ну то есть как бы в тех прыжках которые нужно делать для того чтобы это чудо произошло я не умею начинающие прыжки там ну типа три метра я не не верю в то что вот на тот момент не верил к слову не то что доска вообще что-то решает ну то есть типа фанеры фанеры это просто ну как бы кусок дерева с двумя сланцами перекручеными вот что получилось первое что было заметно если ты все делаешь идеально ты находишь идеальный угол заездки идеально у тебя поставлен кайт делаешь идеальный вот этот рывок кайт там какой-то толчок разворачиваешь доску вниз по ветру и мягко приземляешься вообще разницы никакой вот но я так не прыгаю я обычно делаю какую-то ошибку обязательно то есть например я подпрыгнул и приземляю я не вот не соосно чтобы вниз по ветру ехать а немного вот как-то так немного чуть-чуть не довернуто и например не не всегда приземляю хвост сначала потом потом доску иногда она мне плоско достаточно заходит иногда получается так что в точке прыжка когда я вылетел я рефлектор на не не дожимаю планку то есть не получаю там нужный импульс или бросаю и иногда вот перевод какой-то иногда получается и вот все эти эмоции я как-то через эти доски сопереживал первое как оказалось нет никакой разницы в зарезке то есть всегда просто когда я разные доски пробовал их пробовал в разных условиях и мои какие-то впечатления были связаны не с доской самом деле с условиями потому что в общем то я не ощутил принципиального отличия я ожидал что его прям пойму это отличие я его не ощутил второй момент когда я делаю какую-то ошибку на кабриновской на новичковой доске она должна меня как бы прощать ну то есть но она же новичковая новичков надо прощать но нет вот в том-то прикол что когда она садится на воду плоско она делает такой хлопок и как бы как бы немножко отскакивает от воды при этом ну как бы происходит такой как бы срыв вниз по ветру я не знаю как это даже объяснить в общем она делает отскок от воды и я падаю при этом доска флайсерфер она в точно такой же ситуации она не отскакивает от воды она просто щелк защелкнулась и все уехал ты не уехал это вопрос третий но в целом как бы в целом наверное существенной разницы какой-то не произошло сейчас давайте сделаем следующую штуку открываем наше приложение серфер вот она вам вот мы видим что вот у меня есть две сессии сессии буквально с разницей в 20 минут ветер стоял достаточно длинно по по времени это было там порядка наверное не знаю там четырех пяти часов так вот в диапазоне он особо сильно не менялся доски я менял достаточно быстро вот два куска по 20 в среднем минут я записал вот сессии подписаны это с ошибкой написал кабрина спектрум 145 вторая сессия флайсерфер радикал 138 давайте посмотрим какие данные у нас уже есть самый высокий прыжок на флайсерфере 4,8 метра самый высокий прыжок на кабрине 3,1 метра понятное дело что это случайность это никак не влияет и наверное просто ну типа порыв поймал да но нет если понять что за 20 минут вряд ли бы я научился прыгать или разучился прыгать то давайте посмотрим на общие данные если мы возьмем график мы увидим что записано несколько прыжков и на кабрине получается что вот медиана идет порядка порядка двух метров медианные показатели порядка двух метров то есть есть конечно выбивающиеся местами вот там где-то но она скажем для чистоты это два с половиной 2 и 2 если мы откроем вторую сессию то мы увидим что здесь медианные показатели выше пиковое значение тоже выше да тут действительно есть вот этот случайный прыжок на 4 с чем-то метра но в целом пике находятся примерно на 30 процентов выше чем в кабрине и соответственно это и дает по сути те самые ну давайте среднее посмотрим значение принципе так тут у меня пролет типа в среднем там 10 метров по максимуму на большой доске вот у меня была идея взять взять книги транспортирую померить угол за резки ну вот типа вот есть береговая линия между точкой старта спотом свенцеля вот и померить угол относительно какого шел курс но так 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 но как мне кажется смысла большого нет на радикале пролеты больше десяти метров немного прыжки немного повыше я вот не ощущаю принципиального различия вот в том как мне удалось зарезаться то есть получается что в случае нормального ветра размер доски не создает никаких положительных эффектов из отрицательных эффектов которые создает новичковая доска что она тебе не помогает она не пытается там как-то приклеится к воде и спасти там неправильное приземление наверное потому что новичкам наверное эти доски выдаются для того чтобы они там первые галсы сделали и продали их такие вот выводы что мне захотелось сделать после этого после этого во первых оказалось что более узкая стойка не является проблемой она не никак не влияет на на то как ты себя чувствуешь на доске угол влияет но я не особо сильно затягиваю паций у меня как-то ноги там не ходят и это как-то все это нивелирует а вот то что у меня получалось по ощущениям реально у меня получалось прыгать подскакивать на доске более современной более дорогой лучше выше контролируемые приземляться удобнее это для меня как бы стала ну таким скажем открытием и мне захотела себе такую доску поэтому могу ли я сказать что я хочу теперь верить маркетингу и говорит типа вот смотрите ребята вот такая такая есть тема просто покупайте самое дорогое и будет вам счастье нет в этом фокус когда есть возможность попробовать то нужно пробовать потому что может чудо не случится и потраченные деньги могут не принести никакую радость но если вы делаете что-то определенное например вы прыгаете высоко и у вас есть какая-то привычная для вас доска предположим фристайловая очень странно но фристайловые доски иногда подходят для чего-то еще вот то может оказаться что если вы возьмете доску для прыжков то вы откроете для себя что-то новое даже если прыгать у вас пока не получается у меня прыгать пока не получается но сама по себе вот это вот современная штука которая показывает куда развивается вот это самое доска строение она помогает существенно как мне кажется но это чувствуется вот так что выводы мои конечно может бред но кому-то это может быть интересно и спасибо что посмотрели над морем над суше царе горит костер послушай 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 чем поет простор от самого порога от самых отворот далекая дорога уходит на восход далекая дорога уходит на восход Над морем, над сушей, зарёй горит костёр Послушай, послушай, о чём поёт простор Над морем, над сушей, зарёй горит костёр Послушай, послушай, о чём поёт простор От самого порога, от самых отворот Далёкая дорога уходит на восток Далёкая дорога уходит на восток А сколько ещё нам проехать и пройти Гляди, восхищённо, что ждёт нас впереди А сколько ещё нам проехать и пройти Гляди, восхищённо, что ждёт нас впереди Уходим в путь далёкий от самого крыльца И нет конца дороги, дружбе нет конца И нет конца дороги, дружбе нет конца На дворем нас слушай, зарёй горит костёр Послушай, послушай, о чём поёт простор Над морем, над суше, зарёй горит костёр Послушай, послушай, о чём поёт простор Над морем, над суше, зарёй горит костёр Послушай, послушай, о чём поёт простор Над морем, над суше, зарёй горит костёр Послушай, послушай, о чём поёт простор Продолжение следует...